Здравствуйте, уважаемые подписчики интернет-портала xget.ru! Сегодня мы с вами продолжаем цикл лекций бесед по нашей рубрике «Сектоведение», и мы рассмотрим так называемую секту кришнаитов, или как сокращенно она называется «Мозг», а аббиратура звучит как «Международное общество сознания Кришны». Надо сразу сказать, что в прямом смысле этого слова это общество отношения как традиционного индуизма к традиционному индуизму не имеет. Кришнаиты и их общество – это уже реформированный индуизм. Не надо даже здесь много говорить и быть большим специалистом в области востоковедения или индологии, достаточно просто заметить один факт, что согласно индусской традиции и согласно закону кармы и закону реинкарнации, индусам, то есть исповедующим индуизм, стать нельзя, им можно только родиться. И если человек говорит, что он исповедует, проповедует традиционный индуизм и приглашает людей принять индуизм, это обман. Потому что, снова повторю, согласно традиционному индуизму, согласно закону кармы, индусам можно только родиться. Если есть такое рассуждение, если бы закону кармы было угодно, то бы ты родился индусам. Но пока ты не родился индусам, ты живёшь где-то в другой стране, поэтому, если будет угодно, в следующей жизни будешь индусам, ну тогда будешь исповедовать свою кармическую принадлежность. Поэтому, если кармишнаизм, он возникает и берёт своё начало в Индии, примерно где-то в 16-17, лучше даже сказать, в 17-18 век, связанный с такими именами, как Армахона Роя и другими. И в раннем периоде жизни с этими людьми, вернее сказать, с их учением, был знаком и основатель кришнаизма Бранхупада, с такими как Роем, с его продолжателем этого дела Тхакурой. Кто были эти люди? Эти люди, имена которых я упомянул, Армахон Рой, который жил в 1772-1733, или Тхакура. Они были, Тагор Тхакура, умер в 1900 году, продолжатель дела Роя. Они были, в общем-то, реформаторами индуизма. Познакомившись с христианством через англиканство, известно, что Индия была колонией Англии. Армахоном Роем была создана общественная организация по реформированию, в общем-то, индуизма, который впоследствии превращается в неоиндуизм, который назывался Брахмасамадж. Но в Индии протекали не только мирные процессы, в общем-то, то, что создал Рой и его продолжатель Тагор Варканат Тагор Тхакур. Это были такие интеллектуальные клубы, но в которых, тем не менее, шли споры. Потому что споры о чём? О том, как воевать с этим миром, оружием в полном смысле этого слова, либо оружием словом. И эти интеллектуальные клубы пришли всё-таки к такому пониманию Брахмасамаджу, что слово более сильнее, чем оружие. А в Индии тогда были целые процессы такого религиозного, реформаторского, а лучше сказать даже революционного характера, где действительно совершались революции разными группами людей. Но это было такое время, конец XIX века, начало XX века, когда действительно многие страны были охвачены этими реформаторскими идеями, в стране не осталась и Индия. И даже известно, что, например, мы с вами говорили о теософии Блаватской, что Блаватская в своё время предлагала услуги, такие шпионские услуги, и сторонникам различных революционных идей в Индии, и в то же время предлагала свои услуги сторонникам идей и даже в России, революционных, и жандармерии. То есть, она хотела вести такую двойную игру с одной, конечно, тогда целью, чтобы подработать там и заработать немного здесь. Поэтому всё-таки они приходят к такому видению и пониманию, что слово намного сильнее, чем любое оружие. И тогда Тхакур сформировал под влиянием идеи, идеи мировоззрения Тхакура были сформированы под влиянием идеи бенгальских реформаторов, обновленцев. Сама же религиозная доктрина Брахм-Цамул заключалась в следующем. Если сказать кратко, не будет большим преувеличением, действительно, что они сказали о том, что слово, оно самое сильное оружие. Поэтому реформация была в том, что они сказали о том, что под влиянием христианства, что Бог – он личность. Это был, на самом деле, конечно, реформаторский взгляд и учение, потому как Индия не знает учения, индуизм не знает учения о личностном Боге. И главным воплощением они считали разных богов. Например, тот же Тхакура считал Чайтанию, который жил в XVI веке, что он был именно в нем воплотился в определенный период, что он воспринял аватару Кришны. И он почитал Тхакура, почитал Чайтанию. Конечно же, здесь на эти все движения, и особенно таких ярких личностей, всегда обращал внимание масонство. Ну и здесь, по понятной причине, Англия имела серьезную колонию, которой Индия перестала быть, напомню, колонией Англии только в 1947-1948 годах. В 1947 году перестала быть колония Англии, и поэтому, конечно же, одна из самых таких, в общем-то, разветвленных разведуправлений Ми-6, английская, в то время обратила внимание на этих реформаторов и революционеров. И масонство рано появилось в Индии, куда его принесли, конечно же, англичане. Забавная информация. Первый, на самом деле, масонский храм, который был построен в Индии, был еще в 1682 году. При непосредственном участии масонских лож, являющихся фактическим их филиалом, и в дальнейшем было основано это направление Брахма Самарш. Тхакура весьма активно проповедовал не только у себя на родине, но и по всей Индии. Основным содержанием его проповеди, как-то я уже упомянул его учителя, который он почитал, было учение Чайтании. Он считал Чайтанию аватары, действительно, что в нем воплотился Кришна. И в результате миссионерских трудов Тхакуры по всей стране были многочисленные кришнаистские центры, ашрамы, возрождение, в кавычках, истинной религии. И автоматически пробудило также миссионерский импульс. Потребовалось распространять вновь обретенную истину как можно шире. Возникла нужда в переводах, и действительно, на десятки языков были переведены различные произведения этого учения. Тхакура занялся переводческой работой, не забыл при этом и о собственных книгах, которые он также писал. Самым значительным его произведением является книга «Шри Чайтания Мабхаварабху. Его жизнь и учения». Он рассылал ее в различные университеты, заинтересован лицам на Западе. В 1922 году в Калькутте Абахаи Чаранде, этот молодой человек, который станет основателем общества сознания Кришны, примет имя вместо Абахаи Брабхупада, он впервые там встречается с Радхсвати Дхакурой. Эта встреча оказала решающее влияние на молодого человека, и всю жизнь он пронес слова, как неким таким девизом и лозунгом Брабхупада, основателя Кришнаизма. Слова, которые цитировал Тхакура, который в свое время заимствовал эти слова у Шри Чайтани. «Вы образованные молодые люди и должны проповедовать учение Господа Шри Чайтани по всему миру». И он утверждал, что Тхакура, что Шри Чайтани, именно эти слова он подчеркнул у него и из его учения. Итак, в 1965 и 1966 году, если быть точнее, Абхай получил имя с вами Брабхупада, отправляясь в Соединенные Штаты Америки, исполняя тем самым прямую запись своего духовного учителя Шри Чайтани, Тхакура. Абхакур, в свою очередь, Шри Чайтани, да. Кришнолития любит часто упоминать и рассказывать о том, что Брабхупада приехал в Америку без средств существования, там с восьми что ли долларами в кармане, и вот он стал таким. Ну, это на самом деле, конечно же, сказка. Снова повторю, что масоны и, в общем-то, люди таких спецслужб, они обращали внимание на таких ярких личностей. И мы тогда можем просто задать себе обычный вопрос. А зачем нужен был Брабхупада разведывательным спецслужбам, там, МИ-6 английской разведки? Ответ очень простой. Надо сказать, что все это движение, которое создает Брабхупада с вами, кришнаитское движение, оно было против традиционной религии индуизма. И поэтому, видя в ней такой мощный разрушительный потенциал именно традиции, и уже опыт, который обкатан у них был на Индии с их реформациями индуизма, хотя там надо, конечно, отдать и должное, там был запрещен обряд сати и некоторые другие формы поклонения этих реформатовских таких раноционалистических, индуистских, ну, вне раноционалистических, конечно, для религии индуизма. Были там и положительные аспекты, но, тем не менее, видя, что, конечно, что такая яркая личность способна организовывать, создавать то, что необходимо этим спецслужбам, конечно, на него обратили внимание, дали ему такую, в общем-то, дорогу, открыли для него целый путь, проповеди в Америке, проповеди в Европе, и через таких людей можно было собирать и других людей, и влиять на, то есть, главный смысл спецслужб – это найти таких людей, найти такие общества, через которые можно влиять на политическую жизнь народа и устройство государственных структур и прочее, прочее. Поэтому ответ здесь простой. И вот у Международного общества сознания Кришны мозг, которым руководил 11 лет с лишним до самой своей смерти, 1977 года, был с вами Брахупада. Надо сказать, что следующее, что в 1972 году мозг основало собственное издательство, достаточно активно работали, «Бхакка-Виданта», «Бук-Транс» – это краточные книги, которые известны многим нашим соотечественникам, и вот по этому поводу пишет про Терри Алекстеняев, именно их распространяют российские кришнаиты на улицах и в переходах метро, и сегодня «Бхакка-Виданта», «Бук-Транс» занимается наследием Брамхупады, его труды печатаются более чем на 30 языках, в частности, на русском языке издана «Бхакка-Виданта», как она есть, «Источник вечного наслаждения», «Учение Шри-Чайтани», «Совершенный вопрос», «Совершенный ответы», вот к некоторым из этих книг мы сегодня обратимся, в частности, «Бхакка-Виданта» и «Совершенный вопрос», «Совершенный ответы», которые, особенно последний «Совершенный вопрос-ответы», распространяются большими миллионными тиражами, и часто наши соотечественники находят их даже в вагонах метро московского, где они просто лежат на сиденье, и они действительно построены в таком очень удобном ракурсе и очень удобном методе, лучше сказать, прочтения, где задаются вопросы, один человек, Боб, там некий американец, задает вопрос, и Абрахупада дает ему ответ. Мы обратимся к этим текстам. Итак, совершенно очевидно, что мозг и общество, также Рама Кришны, идеологически связанные с масонским Бранхсамадж, в своих действиях в странах Западного мира, всегда руководствовались и направлялись своими скрытыми покровителями и меценатами, вольными, так называемыми, каменщиками. Чем и объясняется их ошеломительный успех, в общем-то, в странах Европы и Америки, скрытые механизмы управления индуистскими группами, запущенные еще в XIX веке, продолжают свои действия и в XXI, и, как мы видим, и на сегодняшний день, но вот многие, может быть, заметили, что на сегодняшний день как-то немножко это движение подзаглохло. Не так часто, как в 90-х, мы могли их видеть на улицах, хотя и в Москве мы их видим, и в других городах, рассказывают люди, что существуют эти общества. Мы видим этих людей, одетых в разноцветные занавески, и различные такие, как они считают, вайшнавские одежды, с бубнами, ходящие по улицам, пающие Харе Кришна. Харе Рама – это одна из мантр, основных мантр, которые предлагают, скажем, Кришнайту. Но мы не такие уж видимых, но не так массово. Почему? Ну, в истории общества сознания Кришны есть такой факт, когда их предводитель и президент общества сознания Кришны, имеющий отношение к России также, он, его звали Харикеша Свами, он влюбился в свою секретаршу, одел бейсболку, майку, шорты, снял с себя все эти вайшнавские одежды, и ее также прихватил с собой, и не только ее, но и, в общем-то, все финансы, весь фонд, которым обладало общество сознания Кришны. Это достаточно серьезные средства, поверьте, потому что он купил себе остров где-то в Тихом океане, на Лазурном берегу также, говорят, и до сих пор проводит остаток своей жизни. Это был серьезный удар по обществу сознания Кришны, прекратился поток финансов, заглохла Кришналока, это их радио, которое вещало 24 часа в сутки во многих регионах России. Регистрацию в России Кришнаиты получили в декабре 1987 года, хотя первый их приезд был еще в советские брежневские времена, тогда это произошло по линии обмена, скажем, культурами, есть культурное общество Индии, в России. В России первым кришнаитом, обращенным здесь в России, был Пеняев, хотя сам он через какое-то время покинул эту организацию. Если говорить о доктрине, сказать несколько слов, то учение следующее, Кришна был главнейшим богом, однажды проявившимся как Вишну, то есть Кришна – это аватар одного из богов Вишну. Система учений кришнаитов исходит, конечно же, из индуизма, но в то время как поклонение Кришне является неким универсальным манизмом. Эта система верит, что каждый человек должен пройти серию последовательных жизней, то есть перевоплощений, чтобы избавиться от тяготеющей над ней участи кармы. Кришнаизм был одной из первых попыток, первых попыток привести в массы философию индуизма. В индуизме, как мы помним, бог безличностен и непознаваем, но кришнаиты его персонализировали и в итоге поклоняются ему как личностному богу, общаясь с анализированным богом. В самом начале я сказал, что от Хакура был знаком и Рой, были знакомы с христианством, конечно, и с исламом, конечно, отсюда заимствование о персональном боге, то есть о личностном боге. Международное общество знаний Кришны не признаёт Иисуса Христа вечным богом, но делает из него одного из полубожественных проявлений Кришны. Иногда они говорят, что Кришна, Хришна, ну какая разница, это просто Кришна, это был тоже Христос. Адепты, конечно же, мозг верит, что Иисус Христос, как они утверждают, поклонялся также богу Кришны, хотя в своих таких лукавых миссионерских посылах они могут сказать, что Христос, это тоже был и Кришна, и он воплотился в аватаре Кришны и прочие вещи. Итак, мозг придерживается традиционного монотеистического пантеизма, существующего в некоторых индусских сектах, говорят, что все боги являются формами одного абсолютного божества, безличностного, которое они называют Кришна. Также, согласно доктрине мозг, спасение должно быть заслужено посредством ряда дел, чтобы избавиться от невежества, необходимо в том числе прилежно повторять имя Кришны, это самое главное, слушать и петь хвалу, размышлять над божественным поведением и делами Кришны, участвовать в обрядах, церемониях поклонения. Также человек должен повторять имя Бога их, то есть имя Кришны, перебирая четки. Человек повторяет мантру Харе Кришна определенным числом раз, например, 108 бусин четок отмечают начало каждой мантры. Таким образом, 108 бусин в общей сложности Кришна и должен повторить 1728 раз в день, призывая этого бесовского Бога. Бахават-Гида состоит из 18 глав, 700 стихов, хотя есть разночтения и есть бахават-Гида, который состоит из 745 стихов. И иногда, когда спрашиваешь вообще о сохранности, бахават-Гида – это один из источников, который, считается, был написан в глубокой древности, разные есть. Одни говорят, 5000 лет при воплощении Бога Кришны, другие говорят, 2000 лет до Рождества Христова. Но на самом деле мы находим мы находим лишь в XII веке то, что по Рождеству Христову, то, что можно подтвердить как датировка. Здесь, интересно, есть такой фрагмент, когда однажды у популяризатора, ещё одного популяризатора нео-индуизма, а с вами Вивикананды, который проповедовал Адвайта Веданту в Америке и на Западе. Однажды в аудитории есть запись этой аудитории, у него спросили, а есть ли подтверждение вашей Адвайта Веданте? Дело в том, что действительно у многих языческих религиях очень серьёзная сложность сохранности именно текстов, вот чего нельзя сказать, скажем, о библейской археологии. Я как-то приводил эти данные, настолько сохранность серьёзна, что мы можем показать, в общем-то, списки, она даже оригиналы первого, второго века, а в третьем веке мы уже имеем полный свод священного писания. Здесь совсем другая история, часто показывает, что то или иное произведение, скажем, та же Адвайта Веданта, или какие-то фрагменты у Панишада или Вед, были написаны, скажем, достаточно древне, там тысячи лет до Рождества Христова, но на самом деле артефактов как таковых нет, даже списков, додировка там идёт чуть ли не седьмым, десятым, двенадцатым веками по Рождеству Христова, это в лучшем случае седьмой, там, да, какие-то фрагменты. Почему? И вот у с вами Виконанда однажды задали этому вопрос, этимологически, конечно, так вот, вернее, да, по-филологически можно действительно увидеть, что там древность какая-то есть в написании, но когда у Виконанда спросили, а куда же, почему такая слабая сохранность, он ответил так, что, ну, эти книги были написаны по пирусе, а по пирусе не имеет достаточно прочной сохранности, поэтому они не сохранились, а некоторые из них съели черви. Ну, вот последний вопрос, да, он очень, а последний ответ, съели черви, он действительно так, в некой степени правдив, да, и в прямом, и в переносном смысле о черве неугасающем, да, если тут в эту сторону поразмыслить. Тут сразу вспоминается история, которая была связана со святейшим, со теперь уже, да, святителем прославленного святых патриархом Тихоном, если вы помните историю с мавзолеем Ленина, когда его по-быстрому соорудили, и по-моему в 1923 году, когда патриарху доложили, что там прорвало канализацию, в общем-то, и все потекло вот по лежащему там человеку, и когда об этом Ленину, когда об этом сказали патриарху, то патриарх сказал по мощам и елей, но здесь тоже примерно так же, а где же артефакты древности этих свитков, черви съели, поэтому здесь так, есть некоторые такие разночтения, даже то, что касается 700 и 745, так называемый шлок, то есть текстов, стихов. Далее, известный российский индолог, Ростислав Рыбаков в книге «В Индии четвертое измерение» пишет, цитату, «Но какую мораль несет в себе Кришна? Что и говорить, Кришна-пастух вряд ли может быть назван образцом нравственности, но хороводы на берегу джамны с обнаженными пастушками выглядят невинными детскими играми в сравнении с мрачными деяниями Кришны-воителя». Конец Кришна-пастух дает комментарии и описывает все Брахупада с вами, почему именно этот сюжет Кришны и Арджуны, потому что красной нитью через всю книгу проходят боевые действия между Арджуной и Кришной и его возничий, который подсказывает его, как воевать с неприятелем. И вот я обещал, что мы с вами рассмотрим несколько текстов из Бухавадгиты, чтобы не быть голословным. Это лучший метод. Иногда люди говорят, ну вы просто об этом говорите, а это не совсем так. Пожалуйста, Бухавадгита, как она есть. Всех неверующих в Кришну Брахупада называет демонами или уподавляет их животным, но это одно, это еще так. Существует два класса, пишут людей, да, демоны и Бхакты. То, что Кришна высший авторитет признается всем миром с незапамятных времен и до сегодняшний день и лишь демоны отвергают его. Глава 4, комментарий к тексту 4. Глава 16, комментарий к тексту 17, цитата, иногда такие демоны берут на себя роль проповедников, волят людей в заблуждение, приобретают известность как религиозные реформаторы или как инкарнации Бога. Они совершают показательные жертвоприношения, поклоняются полу-богам и так далее. То есть, мы видим, человек может верить в полу-бога или в какой-то выдуманного им Бога, или в нечто мысленное восприятие им. То есть, в этой 16-й главе, 17-й главе, в книге Брахупада, Брахупада о кришновидском понимании этих принципов и людях он всех людей, которые не верят в Кришну, называют демонами. Также в книге Бахавад-Гида «Как она есть» мы встречаем кришноидское понимание принципа ненасилия. Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство. Глава 13, комментарий к текстам 8-12. Под отказом от насилия обычно понимают, что нельзя совершать убийство или же наносить телесные повреждения. Однако на самом деле это означает, что недопустимо быть причиной страданий других. Большинство людей опутаны сетями материалистического представления о жизни и постоянно подвержены материалистическому страданию. Поэтому если человек не способствует возвышению других людей до уровня духовного знания, то есть кришноидского знания, он совершает злодеяние. Нужно отдать все свои силы распространению истинного, то есть кришноидского знания среди людей. В этом и заключается отказ от насилия. Конец статы. Я думаю, что понятно многим слушателям и зрителям, что они понимают отказом от насилия. То есть, если вы распространяете знания, то таким образом вы отказываетесь от насилия. А если вы знания Кришны не распространяете, то вы насильник. И то вас нельзя назвать человеком, не приносящим насилие и страдания другим. То есть, если вы не распространяете бахавадгиту, значит, вы, в общем-то, приносите страдания другим людям. Или еще, например, глава 2, комментарий к тексту 3. От такого великодушия или от так называемого неприменения насилия следует отказаться тем, кто, по примеру Арджуны, подчиняется непосредственно руководству Кришны. Что еще? Ну, я не буду все прям зачитывать. Глава 18, текст 17. Здесь говорится о следующем. Глава 18, текст 17. Цитата. «Кто не руководствуется ложным и эго, и чей разум свободен, тот даже убивая людей в этом мире не убивает, и поступки его не имеют для него последствий». Слышите? Вот так. «Кто руководствуется ложным и эго, и чей разум свободен, убивая даже не убивает». Или смотрите еще. Там же дальше продолжение 18, 17. Цитата. «Любой человек, действующим сознанием Кришны, даже убивая, не совершает убийства, как и не затрагивается он последствиями такого поступка». Конец цитаты. Я вот хочу вспомнить одну историю. Насколько я вот помню, в начале 2000-х был убит священник. Да, в газетах, в средствах массовой информации об этом говорилось, убил его Кришнаит. И когда он сидел в СИЗО, то там пустили корреспондентов, и они взяли у него краткое интервью, на которое он охотно отвечал. Он так сказал, «Мне это приказал Кришна, чтобы я убил этого священника». Причем он убил его очень зверски, перочинным ножом отрезал ему голову, в храме прям, и голову положил на престол. Это, если хотите, можно проверить, это известное событие. Ну, вот видите, что любой человек, действующий в сознании Кришны, даже убивая, не совершает убийство, сказано. как и не затрагивается он последствиями такого поступка. Поэтому, когда мы смотрим на этих людей, которые ходят в этих одеждах, нам кажется, с виду они какие-то чудаковатые, какие-то песни поют, цветочки-лютики. На самом деле, напомню, что всё это так называемое неондуизм международного общества Кришны возник на фоне именно революционных действий, которые происходили тогда в Индии. И напомню о том, с чего я начал, там были серьёзные споры, как воевать, оружием или словом. И было отдано предпочтение воевать словом, но ничего не сказали о том, что оружием это плохо. Отдать предпочтение это не значит отдать предпочтение первому, это не значит отказаться другому. Третий комментарий, глава 18, комментарий к тексту 13, а мы с вами читаем Бахавадгиту, цитата, «Действия, выполненные в сознании Кришны под его руководством изнутри, не влекут за собой последствий ни в этой жизни, ни в жизни после смерти». То есть, человек, который совершает убийство или ещё что-то, насилие, причинает зло, если он совершает в сознании Кришны, а в сознании Кришны это значит находиться в их организации, это значит повторять мантру 1728 раз в течение дня, это уже призывать Кришну, и все действия ваши будут оправданы. Глава 18, комментарий к тексту 14, цитата, «Достигшие совершенного сознания Кришны в конечном итоге не ответственны за свои действия, всё зависит от высшей воли Кришны». Глава 2, комментарий к тексту 21, цитата, «Насилие имеет своё назначение, а его правильное применение зависит от знания. Когда Кришна, призывая сражаться, следует считать, что это насилие направлено на установление высшей справедливости, конец цитаты. Глава 9, текст 30, «Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым, преданным служением, следует считать его праведником, конец цитаты». То есть, мы видим, что здесь явно такой принцип «цель оправдывает средства». Если это действие в сожжении Кришны, всё, надо действовать, неважно, добро, зло, действовать на благо общества. Совсем о другом говорится в книге Порока Иезекииля, 3 глава, 20 стих, сказано, «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, он умрёт за грех свой и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я вздачу кровь его от рук твоих». Вот так. Если праведник отступит от правды и сделает какое-то зло, то не покаяться в этом, то правда его не припомнится. Порока Иезекииля. Здесь же совсем обратное. Глава 9, текст 30, «Даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением Кришне, следует считать его праведнику». Вот так. С таких можно найти множество комментариев Бахавадгити, но хотел бы ещё обратить внимание на следующее. Например, глава 2, комментарий к тексту 2, цитата, «Господь Кришна не одобрил так называемые сострадания Арджуны к своим близким, кришне». Глава-то, что имеется в виду 39-й комментарий. «Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что убив своего деда, он не убьёт его душу». Там идёт война, а Арджуна сомневается, а он говорит, «Ничего страшного, подумаешь, родственники, это неважно». Вот ещё цитата, «Его мало волнует случайные происшествия, такие как авария, болезнь, нужда и даже смерть любимого родственника». То есть, человек, который находится в сознании Кришны. Глава 13, комментарий к тексту 8-12. «Нужно пожертвовать всем ради того, чтобы постигнуть Кришну и служить Ему, как сделал Арджуна. Арджуна не хотел убивать членов своей семьи, но когда он понял, что они были препятственны на пути к сознанию Кришны, он последовал его указаниям и сразил их». Конец цитаты. Глава 13, комментарий к тексту 8-12. Можете проверить. Или ещё, например, 49-я та же глава. «В начале Бахавадгита Арджуна был встревожен тем, что он должен убить Кхишму и Дрону своих почтенных деда и учителя. Однако Кришна сказал, что Ему не следует страшиться убийства своего деда». И так далее. Таких текстов очень много. На самом деле, нужно сказать и о жизни самого Кришны. Кришна женился на 1600 царевнах. Так святительствует по крайней мере Бахавадгита глава 10-я. На 1600 царевнах. Общее число членов его семьи составляло примерно 100 тысяч. Всё же ещё при своей жизни он сумел уничтожить их всех. Этот цитат. То есть, он на них женился, они у него были, но и при своей жизни он их ещё и уничтожил. Размытость действительно доктрины и понятия Бахавадгити и вообще общее сознание Кришны, размытость понятие зла и добра у кришнаитов очевидно. Вот, например, глава 2, 41 текст, комментарий, у кого, цитата, у того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, ибо над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Пожалуйста, тут сам человек выбирает, что добро, что зло. Или, вот, 19, глава 3, к тексту 19. Действия сознания Кришны трансцендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и злых дел. При этом, надо сказать, что критерий оценки, хорошее и плохое, является положение произведения Брумхупады и слова руководства кришнаитов о неморальной норме. Вот, например, 18 глава, комментарий к тексту 15. Правильные поступки согласуются с наставлением шастр, а неправильные противоречат установленным в них принципам. То есть, разделяя и главства. Есть еще более серьезные, да, например, в другом произведении Кришнаитов Шримат Бхахаватам песнь первая. Ведь Кришнаитов не только претендует на какое-то свое замкнутое общество. На самом деле там есть в их декларациях серьезные претензии на власть и управление по лекалам кришнаизма. Да, приход к власти это есть. И вот в этом произведении Шримат Бхахаватам здесь уже нешуточные заявления, просто их озвучиваю, я ничего не придумаю, можете проверить. Глава 7, комментарий к тексту 19. В качестве примера такая бесходная ситуация передана в тексте 19 главы 7 стиха. Когда сын Брахмана увидел, что его лошади устали, он решил, что ему не остается ничего другого, как применить самому могущественному оружию Брума, как они называют, Брахмастру, то есть ядерное оружие. Здесь, может быть, кто-то увидит какое-то иносказание или еще что-то, но тем не менее это называется здесь таким словом. Что еще? Ну, вот я обещал и о книге не только Бхахавадгите, а вопросы, да, ну, может быть, еще несколько Бхахавадгиты и вопросы, умные вопросы, умные ответы, вот интересно еще о добре и зле и можно ли обманывать, например, глава 10, комментарий к тексту 36, из цитаты, из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет превзойти его в коварстве. Конец цитаты. Это цитаты. Да, их, снова-снова повторю, очень и очень много. Я их просто здесь многие пролистываю. Или вот, например, о семейной жизни. Трудности обычно возникают, это глава 2, комментарий к 15-му тексту, трудности обычно возникают в связи с необходимостью порвать семейные узы, прекратить отношения с женой детьми. Тот же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине совершает свой путь к духовному осознанию. То есть, в конце цитаты, то, что эти комментарии, в общем-то, надо сказать, не нуждаются в комментариях. Или глава 2, к тексту 20-му. Человек, который считает побочные продукты тела своими родственниками, это, то есть, дети, это побочные продукты, а земля, на которой родилась достойным почитания, должен считаться подобным ослу. Так пишется. То есть, не родина, не дети и прочее. Ну, что еще? Ну, пожалуй, наверное, можно уже перейти к этой книге. Да, есть, конечно, и манифест к книге, о которой я уже обещал. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Написано в форуме бесед Брахупада со своим будущим или уже тогда являющимся адептом, учеником Бобом Коэном. Ниже приведу наиболее интересные фрагменты этой книги. Вот, например, Боб спрашивает, Боб, а мошенники считают Кришну привлекательным? Брахупада отвечает, еще бы, ведь Кришна был великим плутом. Боб спрашивает, как это? Шрила Брахупада, смеясь, потому, что он всегда дразнил гопи. Гопи это девушка, с которой он там любил барахтаться. Иногда дразнил Радхарани, выходя из дома, а Кришна неожиданно падал на нее. Она падала и говорила, Кришна, не мучай меня так. И когда они оба оказались на земле, Кришна пользовался возможностью поцеловать ее и ухмыляется. И Радхарани это доставляло огромное удовольствие, хотя Кришна мог показаться величайшим негодяем. Его бы плодоство не было присущее Кришне, откуда бы оно взялось в этом, если бы не было его плодоства, то и в мире бы его не было. Но мошенничество Кришны так прекрасно, это цитаты, мошенничество Кришны так прекрасно, отвечает Брахупада, основатель кришнаизма, что все поклоняются его мошенничеству. Его мошенничество благо. Вот наверное какое благо хотят нам принести, если действительно те люди, как они стремились придут к власти. Его мошенничество благо, поэтому когда он прибегает к мошенничеству, это также прекрасно, и это благо. Когда мошенничает Кришна, это замечательно. Конец страница 10 и 11 также Боб спрашивает и дальше тут есть множество вопросов, которые он задает и целая книга, вот или вот например приведу пожалуй цитатуи этим завершу. Шрибамхупада говорят чем ему так мучиться лучше убить его. Эта теория входит в моду на самом деле это речь о старых людях когда спрашивают нужно ли дать старому человеку долго жить то Боб Ухупада отвечает не обязательно зачем мучиться старый человек чей-нибудь дед страдает так лучше его убить страница 82 мы с вами все спорим и в межсоборном присутствии об этом говорят об автаназии можно и нельзя они этот вопрос давно решили по язычески убить и все отцы церкви писали о Индии например есть очень хорошая книга о религиях Индии советую нашим слушателям с ней познакомиться это святители Николая Сербского а книга называется стеклянные глаза Индии и вот в этой книге он пишет цитата геркулесовы столбы человеческих усилий составить себе религию решили руководствуясь теми темными остатками богооткровенных истин которые сохранились у народов после рассеяния конец цитата действительно здесь свидетель дает такой взгляд и мировоззрение на то откуда появились религии религии появились после вавилонского стопотворения то есть вот кусочки истины когда народ люди расселят по всему лицу земли они растащили мы как-то об этом уже говорили по уголкам разным уголкам земли извратили до такой степени до степени неузнаваемости но свое начало весь род человеческий берет именно с монотеизма то есть поклонение истинному Богу как сказано свидетель Игнатия Бринчанинова что человек был створен в состоянии естественного упал в состояние ниже естественного и возведен теперь Христом Спаситель в состояние сверхъестественное также архиепископ Севский продолжал вот некоторые выдержки из этой книги что может как-то заинтересовать наших слушателей и зрители да отвечает свидетель и Бог Шива также много раз воплощался и жил среди людей и учил людей чему он их учил ничему кроме отчаянного верования в то что этот мир бесконечный во времени и пространстве был и остается лабиринтом без окон и дверей и что все Боги точно такие же беспомощные и отчаявшиеся отчаявшиеся существа как люди это подтвердили его учителя сказав что они пришли спасти например Будда здесь приводится и людей и богов и бесов от колеса сансары или Индии нечем нас учить она должна отказаться от всех баси на богах немогущих спасти ни себя ни людей все ее боги бесы держащие людей связанные в сетях своей лжи и в оковах своего безжалостного владычества множество этих цитат я думаю что может быть одну еще приведу люди пишет он которые собирали знания как пеструю гальку и гордились знанием но не имели ключа к свинцовому небу давящему на Индию если бы Индия знала что ее необходимо для ее спасения не эти горы знаний сколько угодно великого глубокого и блистательного воистину не это а нужна только простая детская вера Бога Сына Божия Мессию Поводыря который с неба сошел и знает путь к небу конец цитаты действительно надо сказать что мы сказали что кришнаиты не имеют отношения в общем-то к традиционному индуизму и кришнаитов в самой Индии не очень-то долюбливают как реформаторское движение была поездка в конце девяностых отец Олег Стеняев тогда ездил в Индию с миссионерской поездкой тогда в центре памяти Алексея Степановича Хомякова был молодым еще человек он меня оставлял вместо себя так вот доверял только три года еще как какую-то практику в реабилитации лиц от Павших от Православия тогда обретал это был 98 до 99 года и когда эта поездка была в Индию то за ними там увязался Санако Кумара да там было два представителя Санако Кумара отвечал за внешние связи а другой Сергей Васильевич Зуев отвечал здесь он был как президентом скажем общее сознание Кришна в Москве не в России насколько я помню в Москве да и у него было конечно другое имя вот когда был диспут то он представился как Сергей Васильевич а наши миссионеры знали как его настоящее имя так называемое в кавычках духовное ну их духовности и тогда спросили ну это ваше имя а вот Санако Кумара его такое имя а ваше как тогда он сказал знаете мое имя не очень звучит так благообразно по-русски сказали ну не важно у нас диспут мы должны как-то опубликовать потом согласовать и тогда он сказал на что он сменил свое имя Сергий может быть даже в честь преподобного Сергия Радонежского крещённым будучи в православии он сказал мое настоящее имя Сучару Дас ну был Сергий стал Сучару поэтому бог поругаем не бывает и когда вот была эта поездка в Индию то отец Олег тогда рассказывал что этого Кришнаита он был прибалт и с голубыми глазами и с белой кожей вальшиновских одеждах и когда отец Олег по своему миссионерскому служению зашёл во шрам то к нему даже кланились люди нищие сидели а некоторые даже брали за край одежды и целовали край одежды белый подрясник которым он был а в этого бросались палками и он тогда рассказывал а почему вы это делаете спросил у этих людей ему перевели с этого ломаного английского языка на котором многие общаются перевели сказали а это подделка сказали он белый он белый а почему он в этих одеждах то с чего я начал сегодня нашу беседу лекцию что согласно традиционному индуизму индусом стать нельзя и можно только родиться поэтому они негодовали что он нарушает в общем-то закон кармы поэтому в этом смысле когда нам будут говорить что сегодня те или иные практики которые есть у нас это и кришнаизм и тот же та же йога сахаджа там хатха-йога и другие практики которые нам приносятся сюда сегодня предлагаются как некие такие традиции связанные с традицией нужно сразу сказать что согласно этой традиции эти практики не могут практиковаться в чужой стране и на чужой территории это противоречит этой традиции поэтому мы будем приобщаться скорее всего не к традиции какой-то действительно которая имеет свою историю а вот к таким реформаторским движениям как общество знаний кришны на территории Индии либо к каким-то тем или иным школам которые тоже так или иначе трансформированы просто подзападное мышление и всегда несут себя серьезную опасность очень опасно что-то сюда привожу такой пример вырвите из православия скажем только пост или там земные поклоны скажите человек ну вот ты голодай и земные поклоны бей человек нанесет себе повреждение может даже не сомневаться здесь долг даже объяснять не надо есть хорошая русская пословица научи драка Богу молиться он село прошибет то есть вот этого просто делать какие-то упражнения бездумно или вступать в какое-то общество думая о том что оно имеет отношение к традиции какой-то там древней традиции индуизма и что действительно традиционной религии нужно сначала все-таки прежде чем делать какие-то шаги посмотреть а так ли это на самом деле поэтому Бог нас создал людьми дал нам ум дал нам чувство понимания размышления и поэтому призываю здесь хотя бы в вопросах вероисповедания всегда не забывать о чувстве и самосохранении это же опасно просто на ура на какие-то картинки красивые или рекламы поддаваться вот этим всем призывам и вступать вот в эти вот сомнительные религиозные организации как мы видели общество знания Кришны такая организация которая была создана искусственно на которую обратили в свое время и до сих пор обращают внимание спецслужбы пока она была популярна поддерживали цель как мы видели одна разрушить они были разрушителями в общем-то индуистской традиции и в общем в неком смысле этот потенциал эта инерция она использовалась но это ладно это было бы не самое важное самое страшное то что эти люди под видом таким вот духовного некого такого просвещения или духовной традиции вовлекают душ наших православных людей и устраняют их от пути спасения поэтому призываю всех как и всегда будем внимательному к слышному внимательно к сказанному священному писанию в святоотеческих в святоотеческом наследии которое нас всегда предупреждает о том и апостолы и евангелисты и сам спаситель что в последние дни явятся лжехристы и лжепророки дадут ложные даже знамени и чудеса будут творить только с одной целью отвлечь человека от пути спасения потому что дьявол он человека ненавистник будем внимательны к нашей жизни спаси Христос внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и подпишись и подпишись и подпишись Продолжение следует...